Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой бьюти-канал Снова! Меня зовут Еля, и в сегодняшнем видео у нас будет что-то очень интересное. Мне кажется, нет такого человека, который бы не любил смотреть на распаковку всяких мистери-боксов, да, от известных брендов. Как раз-таки, если вы любите это, то это ваш случай, ваш день, потому что сегодня мы это сделаем. И на повестке дня у нас мистери-бокс от Charlotte Tilbury, которую я купила за 164 доллара. Эта коробка уже продается со скидкой, и без скидки ее можно было купить за 328 долларов. Я являюсь той самой девушкой, которой нет большого количества косметики от Charlotte Tilbury в моей коллекции, поэтому мне кажется, этот бокс очень пройдет тем, кто хочет построить свою коллекцию косметики от Charlotte Tilbury, и при этом не тратить большую кучу денег, чтобы, в общем, сделать это реальностью, да. Так, немножко информации. Этот бокс я купила за 164 доллара, и я подумала также, что будет здорово запаковать ее в какую-то классную упаковку, и я взяла такую, наверное, как подарочную упаковку Gemini, это мой знак зодиака, и я почему-то думала, что она будет в этой упаковке. Она пришла в такой, и, типа, здесь еще отдельная коробка, и я такая просто... Я немножко не та. Это не то, что я думала, в общем. Но хотя бы на минуточку посмотрите, как красиво смотрится эта подарочная упаковка для знака зодиака Gemini. Очень-очень красиво, и 5 долларов стоило, в общем, чтобы добавить эту подарочную упаковку. Кстати, на сайте Charlotte Tilbury, если вы заказываете, по-моему, на 100 с лишним долларов, 150 долларов, то вам будет в подарок двухдневная быстрая доставка. В принципе, так и получилось, потому что я заказала этот бьюти бокс, мистери бокс, в пятницу, и он пришел ко мне сегодня в среду, то есть, ну, как бы, ты заказываешь в пятницу, будь готов, чтобы к посылке добавиться два дня, потому что выходные они, как бы, не считаются здесь. Что нам обещает Charlotte Tilbury в этом мистери боксе? В этом мистери боксе мы можем ожидать 7 полноразмерных ее самых популярных косметических товаров, которые очень сильно популярны на сайте Charlotte Tilbury. Сейчас хочу верить, что это будет, например, бронзер от Charlotte Tilbury, такой же в жидкой форме. За ним я охотилась очень давно, поэтому, да, давайте просто нырнем в эту распаковку. Я уже не буду болтать. Кстати, не забываем, ребят, подписываться на мой канал, ставить лайки, оставить комментарии, если вам нравится такой контент и мои видео. Но мы не будем сдерживаться, и давайте начинать. Поехали! Итак, когда я распаковал этот мистери бокс, первое, на что обратила внимание, насколько хорошо сделан материал, насколько он качественно сделан. Чувствуется роскошь, чувствуется, что эта коробка не какая-то, знаете, дешевая, картонная, нет. Ее 100% захочется оставить, это без вариантов. И давайте ее откроем. Та-дам! Вот таким образом это все выглядит интересненько. Давайте начнем с первого, самого большого товара. Вот я помню точно, что, ну, она показывала небольшой сникпик Шелл Тилбери, и там было видно, что в этой коробке будет крем. Непонятно будет, в каком размере он будет, либо он будет в большом размере, либо это будет мини-размер. Но это Magic Cream, на который я долгое время смотрела. Если честно, я просто не ожидала, что я получу, ну, как полный размер, это же полный размер, так, 30 мл, наверное, это не самый полный размер. Вы не поверите, ребята, сегодня я в первый раз использовала вот такой маленький размер этого Magic Cream от Шеллот Тилбери, и мне понравилось на самом деле. Мне понравилось, как он ощущается на моей коже. Смотрится очень даже роскошно и шикарно. Ох, вкусно пахнет, нейтральный аромат, я бы сказала так. Крем Magic Cream от Шеллот Тилбери, это ее легендарный крем, который многие любят, многие ненавидят, но, насколько я помню, этот крем, он очень-очень хорош как праймер. Я, наверное, покажу вам текстуру этого крема на своем маленьком пробнике. При нанесении на кожу он, знаете, так начинает потаивать, что ли. Очень легко и быстро впитывается достаточно в кожу. Если вы использовали его долгое время, дайте мне знать, понравился ли вам эффект в конце концов или нет. Очень будет интересно это узнать. Я вижу что-то потрясающее также. Я вам показываю на экране что-то такое, но я сама не знаю, что это. Это праймер, окей, Brightening Glow Primer. И я этот продукт ни разу не пробовала, понятное дело, я о нем не слышала. Мне кажется, что из 100 упаковок разных средств вы узнаете, что это Шеллот Тилбери, потому что у нее всегда невероятно классная, люксовая, роскошно выглядящая упаковка. Это без вариантов. Праймер, который должен нам дать сияние. Таким вот образом он выглядит. По консистенции, на самом деле, он напоминает мне немножко крем сам. Ощущается изначально питательным, но после распределения по коже он ощущается очень легко, как будто бы даже у вас ничего и нет. Кстати, аромат у него специфический. Это аромат розы, и я не брошу фанат розы, если честно. Этот праймер от Шеллот Тилбери описывается как праймер увлажняющий, который корректирует цвет кожи с перламутровыми пигментами, экстрактом зеленых водорослей и витамином B3, который выравнивает тон кожи и размевает недостатки. 15 долларов за этот праймер, что вообще неудивительно для этого бренда, понятное дело. И у этого праймера, кстати, 4 звезды на сайте Шеллот Тилбери. Мне кажется, иногда вот такие мысли возникают, да, когда бренды выходят с такими мистери-боксами, они как бы пытаются избавиться от, возможно, не самых лучших продуктов на их сайте, которые не очень хорошо продаются. А вот такие боксы, да, они позволяют и вам насладиться продуктом, получается, и избавиться от, в общем, того, что не продается хорошо. У меня такие почему-то мысли, но круто. Мы начали, мне кажется, очень-очень хорошо. Далее, что мы видим в нашей коробке, так это продукт для губ. И называется он Collagen Lip Bath. Это способно увеличить объем губ, что очень здорово. Давайте же откроем и посмотрим. Очень приятный цвет, кстати, не совсем он такой нюдовый, невидимый, но и не слишком он яркий, что мне очень нравится. Так, вау. Очень сложно было вытащить этот аппликатор. Тут же чувствуется этот аромат мяты, я бы сказала так, то, что как раз-таки способно увеличить губы мяты в составе любого продукта. Я, если честно, не такой большой фанат покупать продукты, которые способны увеличить мои губы, потому что у них у меня и так достаточно объемные. Цвет называется Peachy Plum, то есть персиковый цвет. Хоть это и не самый популярный продукт, мне кажется, благодаря чему знаменита Shallow Tilbury, но для коллекции это очень здоровский экземпляр, мне кажется, почему нет? Давайте посмотрим дальше. Я ставлю что-то очень сладкое на потом. Мы видим палетку, я так понимаю, это Тени, и палетка называется Walk of No Shame. Если не ошибаюсь, это ее новая коллекция, с которой она вышла только недавно, может быть год назад. И если это новинка, то это будет очень круто, потому что всегда, как правило, можно ожидать что-то очень старое. В таких бьюти-боксах. Та-дам! У-у-у! Мне очень нравится гамма этих теней, такая обычная повседневная базовая гамма. И здесь мы видим, ну, один шиммер, наверное, который, как мне кажется, будет лучше, чем вот этот вот рыжий шиммер. Мне кажется, почему-то эта палетка будет идеально подходить под мой аутфит сегодня. Давайте же мы ее посвочим и посмотрим вообще, что она представляет из себя. Вау, это самый классный шиммер из этой палетки 100%. Он очень маслянистый. То, чем и знаменитая, собственно, шелла Тилбери. Ее шиммеры, они нереальные какие-то. У-у-у! Вау, этот шиммер, конечно, просто шик. Таким образом выглядит свочи этой палетки. Понятное дело, это не какая-то нюдовая палетка. Мне нравится больше всего, как показал себя шиммер, который в середине. Он прям такой масляный. Очень классно, как, в принципе, и в палетке Fire Rose. Вот там шиммеры просто шикарные. Мне кажется, это очень даже неплохой выбор для этого мистери бокса. То-то, что очень классно для того, чтобы построить свою коллекцию косметики от Шелл Тилбери. Не так ли? Дальше не знать, ребята, кстати, если это новая палетка, с которой она недавно вышла. Или это какая-то старая палетка. Я просто о ней ни разу не слышала, поэтому будет очень интересно это узнать. Эта палетка стоит 53 доллара. И на сайте у нее 4,5 отзыва. Мне кажется, палетка Шелл Тилбери это что-то, что, ну, обрадует любую девушку. Потому что ее палетки обычно очень дорогие. 50 долларов. А тут мы получили ее, в общем, в нашем мистери боксе. И это очень круто. Далее, что мы находим в этой коробке, это тушь, которая называется Legendary Lashes Volume 2. Volume 2. Ни разу не слышала об этой туши. У меня, кстати, есть тушь от Шелл Тилбери, которая называется Pillow Talk. Я слышала многих людей без ума от нее. Но для меня эта тушь, она, ну, не совсем прям вау. Потому что у меня она всегда осыпается. И даже через, наверное, 2 часа нанесения ее у меня уже Panda Eyes. То есть она очень хорошо подает. Это нужно иметь в виду. Вот таким образом выглядит упаковка этой туши. Очень красиво, дорого выглядящая упаковка у этой туши. Это факт. Честно, мне очень нравится, как выглядит аппликатор у этой туши. Он выглядит очень многообещающе. И, если не ошибаюсь, эта тушь должна нам дать объем. Скорее всего, да, объем 100%. И мне почему-то хочется ее попробовать прямо сейчас. У меня нет сегодня накладных ресниц. Сегодня мои реснички отдыхают. Круто! Тушь от Шелл Тилбери. Почему нет? И эту тушь можно приобрести за 32 доллара. Что вообще далеко не маленькая цена за тушь. Прям, ну, это конкретный люкс, мне кажется. И, в принципе, пока что я вижу, это то, что отзывы не прям самые классные. Буду тестировать ее. И очень надеюсь, что эта тушь будет чуть немножко лучше, чем та самая Пилоток от Шелл Тилбери. Дальше мы находим опять продукт для губ, который называется Hyaluronic Happy Kiss Color Balm. То есть, это бальзам для губ. Мне кажется, все то, что мы получили пока в этом мистери-боксе, понятное дело, не что-то новое, с чем она выходила. Оно и понятно, потому что, опять же, это мистери-боксы. И оттенок этого бальзама называется Romance Kiss. Вау! Мне очень нравится упаковка. Она реально смотрится очень дорого. Не сказала бы, что это очень дорогая упаковка, потому что она... Мне чувствуется тяжелой, вот. Чувствуется больше как, ну, просто пластик. Очень интересный механизм. Она очень громко выходит из своего места обитания. Очень, кстати, красивый цвет. И пахнет, кстати, очень вкусно. Это, наверное, официально самый громкий бальзам, который я встречала когда-либо. И другой негативный момент об этом бальзаме, это то, что механизм этого бальзама, он работает таким образом, что выкрутив нужное количество бальзама, он таковым и останется на долгое время, пока вы не используете эту часть. Вот я не очень люблю такие механизмы. У Патрика-то есть карандаш, также такой же механизм. И мне кажется, это самый ужасный механизм, потому что вы изначально, да, не знаете, что у бальзама или чего-то еще такой механизм. Вы можете выдавить или выкрутить большое-большое количество продукта, и вам это, в конце концов, ну, будет не нужно, да, и продукт просто испортится. Невероятно, невероятно кремовая помада. Прям это, это видно. Если честно, я давненько не чувствовала вот такую формулу бальзама для губ, который ощущается невероятно кремовым. Понятное дело, что он у вас будет отпечатываться везде, где угодно, на чашке, на волосах, скорее всего, будет прилипать этот бальзам. Также прикольный продукт, красивый цвет, но это определенно не то, что заставляет мое сердце биться. Давайте же попробуем сейчас продукт этот, почему нет? Мой вердикт, это очень интересная формула. Она очень скользкая, глянцевая. Комфортная достаточно, да, но это не тот продукт, который я хочу использовать, например, когда я куда-то иду, возможно, потому что я точно буду знать, что это не будет долго держаться на моих губах. Оно и понятно, это бальзам. Кстати, этот бальзам можно купить на Сифоль за 34 доллара, и отзывы у этого продукта, они оставляют желать лучшего, потому что люди говорят, что правильно, этот бальзам, он слишком жирный и не очень классно чувствуется на губах. Давайте перейдем к нашему последнему продукту из нашего мистери бокса от Шалот Тилбери. И он выглядит вот таким образом, тадам, очень многообещающий. Hollywood Superstar Glow Highlighter. Это не тот, который огромный такой в красивой упаковке. Ой же, это он! Ребят, я об этом продукте слышала от такого большого количества блогеров, и я всегда смотрела на эти видео, я так и думаю, блин, однажды у меня будет этот хайлайтер такой огромный, чтобы я смогла его сравнить с другими продуктами. Очень, кстати, симпатичный оттенок, мне нравится, как он смотрится. Что-то в нем есть. Мне кажется, что здесь нет названия оттенка в этом продукте, но, ребят, насколько просто шикарно и дорого смотрится упаковка этого продукта, я даже не знаю, что сказать. Еще давайте же посвочим этот продукт, потому что уж очень интересно, как он покажется нам. Мне кажется, или это что-то... Да, это золотистое что-то. Кстати, очень-очень мягкая текстура у этого хайлайтера, это 100%. Этот блеск, он смотрится красиво, очень естественно. Естественно, такой легкий блеск, я бы сказала, это не какой-то, знаете, супер сумасшедший блеск. Он не отдает в конкретное золото. Это что-то вот посередине, хотя, мне кажется, при дневном освещении это, возможно, будет немножко даже другой оттенок. Потому что, понятное дело, свет, он создает много иллюзий, когда дело касается настоящего оттенка продукта. И на сайте Charlotte Tilbury этот хайлайтер продается за 55 долларов. Это лимитированная коллекция. И что мне очень понравилось, ну, такой интересный факт, что в составе этого хайлайтера есть сквалин и также масла, но не просто масла. Легкие, по своей текстуре, масла, которые как раз-таки придают блеск. Я так понимаю, этому хайлайтеру, почему бы не попробовать нам его прямо сейчас? Потому что мне очень интересно, какой блеск этот хайлайтер нам даст сегодня. Вау, знаете, он достаточно ослепительно смотрится на лице, чего не скажешь, когда ты свочишь его, что интересно. Потому что при первом взгляде я бы не сказала, что он какой-то красивый, понимаете? В который раз я убеждаюсь, что даже свочи могут врать иногда. Чем больше, понятное дело, я беру этого хайлайтера на кисть, тем больший блеск показывается на моих щеках. Красивый оттенок, который действительно смотрится очень интересно. И он может ослепить, даже если нанести очень много слоев этого хайлайтера на лицо. Я, наверное, стала больше понимать этот хайлайтер, чем в начале. Потому что изначально он не показался мне каким-то очень классным, уникальным. Итак, если бы я решила купить всю косметику из этой кропки по отдельности с сайта Шалот, Тилбри или Сифора, неважно. Я бы заплатила за все этот 293 доллара. Огромные деньги, да? Но, однако, мы заплатили всего лишь 160 долларов за этот мистери бокс, что круто. И мне кажется, что из всех этих товаров, которые мы сегодня получили, меня наиболее всего привлекли, конечно же, крем. Magic Cream, потому что это что-то, о чем все знают. И это крем, который я всегда хотела купить. Я его получила, поэтому ура. И, конечно же, праймер. Это, наверное, второе, что меня больше всего привлекло из этого мистери бокса. Все остальное, мне кажется, это хорошо, но не прям вау. Ну, палетка, конечно же, да, палетка, это всегда классно. Вопрос в том, стоит ли покупать этот мистери бокс за свои деньги, 160 долларов. Или стоит все-таки просто пойти на сайт Шелл Тилбери и купить все то, что тебе нужно. И не тратить лишние деньги на этот мистери бокс. Я думаю, что мистери бокс это все-таки тот элемент сюрприза, который вы не можете сделать себе сами. Вы никогда не знаете, что вы получите в ней. И это классно, ощущение этого сюрприза. Но, как мне кажется, если вы профессионал в косметике, вы знаете бренды, вы знаете, что такое макияж, как его делать, то, наверное, это не будет чем-то вау для вас. Потому что, ну, вы, наверное, уже знаете, что вы хотите от Шелл Тилбери. И вы, если знаете, то вы пойдете на сайт или в Сифору и купите то, что вам нужно. Возможно, это не то, что ставит сказать у вас вау. Потому что это продукты, которые не совсем новые, скажем так. Это не новые запуски, это что-то, что у нее либо лимитированная коллекция. А все мы знаем, как лимитированные коллекции работают. В один момент они могут просто исчезнуть. Ну что, ребят, вот таким образом выглядела распаковка нашего мистери бокса от Шелл Тилбери. Получили мы очень много классных товаров. Мне безумно понравилось делать распаковку на камеру для вас. Мне будет очень интересно узнать, купили ли вы этот мистери бокс от Шелл Тилбери или нет. И если вы купили, что вам понравилось больше всего в вашем мистери боксе. И мне также очень интересно, все ли получили одинаковые товары в их боксах или нет. Поэтому, если вы получили этот бокс, будет очень интересно узнать, какой был ваш набор косметики в нем. И на этом, пожалуй, я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Я не обращаюсь с вами, ребят. Увидимся в следующем видео. Ваша Юля. Пока-пока.